Уважаемые товарищи, сегодня на 11 октябрьский пленум центрального комитета из 179 членов центрального комитета прибыло 162, из 125 кандидатов 114 и контрольной комиссии с 38-33. Кроме этого, в нашем заседании участвует в системе онлайн практически все союзники, друзья и члены штаба протестных действий. Фактически в настоящий момент к нашей аудитории подключено 430 точек, более 4000 участников. Я хочу поприветствовать всех друзей, союзников, всех наших соратников по борьбе за интересы трудового народа, всех, кто участвует в нашем заседании. Мы с вами согласовали практически все рабочие органы. Орхотделом они были разосланы и регламент работы, и состав президиума, секретариата, счетной группы, редакционной комиссии. Фактически мы имеем полное право поручить этим органам приступить к работе. Вместе с тем хотел бы обратить ваше внимание на то, что сегодня мы вынуждены проводить по этой новой форме свой пленум, так как в Москве бушует коронавирус, и ситуация здесь складывается довольно сложной. Конечно, было бы крайне приятно увидеть друг друга, пожать руку, почувствовать плечо товарищей, познакомиться поближе с вашими материалами, но, к сожалению, вынуждены проводить в этой форме. Тем не менее, мы надеемся, что наш пленум, пленум открытый практически для всех, его ход ведет трансляцию, в том числе в Ютубе, все наши основные информационные агентства. Мы с вами доклад опубликовали еще в начале недели. Я хочу поблагодарить и газету «Правда», которая дала обстоятельно весь материал нашего пленума. Газета «Советская Россия», которая регулярно печатает все материалы, тоже опубликовала. Фактически вся партия, все наши союзники и друзья получили материалы, и они уже ознакомились с докладом. Это и позволяет нам более обстоятельно обсуждать все проблемы и более грамотно принимать исчерпывающие решения. Нас с вами постигла тяжелая утрата. Ушел Николай Николаевич Губенко из жизни, один из самых талантливых деятелей советской культуры, человек редкого гражданского мужества. Он родился в 41-м в августе под бомбардировками фашистских хор в катакомбах Одессы. Его мать после родов, один из талантливых инженеров, которые хотели заставить фашисты работать на себя, хотя, по сути дела, отказалась и была расстреляна. Отец, защищая советскую родину, погиб в небе Донбасса. Николай Николаевич воспитывал советскую страну. От детского дома до великолепного института он стал одним из самых ярких деятелей культуры и нашей политики. Многое сделал для ее сохранения, сохранения чувства ответственности и патриотизма. Великолепно работал в Государственной Думе, в Московской Думе. Давайте почтим ее светлую память. Спасибо. Вы знаете, что сегодня коронавирус поразил целые страны и континенты. Тот психоз, который раздувает пропаганду, мне лично категорически не нравится. В силу своей военной специальности мне пришлось три года заниматься проблемами защиты населения от атомного, химического и бактериологического оружия. Пришлось самому сидеть в резиновом костюме и противогазе из трех лет почти целый год. Я изучал все эпидемии, которые обрушились на планету за многие столетия. Ни одна эпидемия не ушла до той поры, пока не пересчитает минимум половину населения, а так, как правило, 50-70%. Поэтому, когда орут о второй волне, все прекрасно знали и понимали, что по осени она неизбежна. Надо быть готовым к тому, чтобы помогать и защищать. Поэтому давайте пожелаем всем выздоровления, как сейчас говорят, ни пуха вам не коронавируса, и одновременно поможем всем, кто постарше, для того, чтобы уберечь их. Одновременно завершается исследование и апробация вакцин. Некоторым, как говорят специалисты, оно очень активно помогает. Но сегодня надо проявить внимание ко всем, кто болеет, поддержать наших медиков. Та программа из 12 пунктов, которую мы обнародовали в Государственной Думе, остается в силе. И над ней мы сейчас плотно работаем при рассмотрении нового бюджета. На повестку дня у нас вносится один вопрос. КПРФ в борьбе за Народный патриотический фронт, права трудящейся и национальные интересы России. Очень важный вопрос. КПРФ в борьбе за Народный патриотический фронт, права трудящейся и национальный патриотический фронт, права трудящейся и национальный патриотический фронт.